МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайная всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Смотрите сегодня в программе. Секс в прямом эфире. На что готовы украинцы ради больших денег и сомнительной славы? Готовы, потому что вас будут подчинять. Ну, может быть, и такое. Откровение гомофоба. Почему скандальный Илья Кива так боится геев? Ну, для этого же нужны какие-то медицинские показания. Понимаете, для массажа проста. Украинская итальянщина. Что ждет наших мигрантов на европейской земле? И почему молодежь массово уезжает за бугор? И работать в поликлинику на 800 гривен? Ну, я тут 800 евро могу получать. Зачем? Европейский бал или европейский провал? Как украинские чиновники распилили многомиллионный бюджет пограничной стены между Украиной и АРФ? Сегодня значительно отстает от грабки в реализации. И, шуча за все, он так и не будет реализованный. Сексуальной революцией в Украине быть. Мы с уверенностью шагаем в Европу и подбираем по пути европейские ценности. Мы раскрепощенные, мы красивые и готовы экспериментировать. Тем более, если за все это платят. Секретные материалы выяснили, что порноиндустрия в Украине цветет буйным цветом. Организовать съемки постельных сцен вообще не проблема. Наши журналисты провели эксперимент и всерьез занялись запрещенным кинематографом. Так сколько же можно заработать на украинском порно? И на что готовы украинские актеры и актрисы ради всемирной порнославы? Смотрите об этом в нашем следующем сюжете. Секс-индустрия не только самая крупная, но и самая прибыльная в мире. Но, как оказалось, большинство роликов на ведущих мировых порно-сайтах сняты у нас. Стать порно-режиссером или порно-звездой в Украине и зарабатывать неплохие деньги может практически каждый. Вы понимаете, что это съемка в фильмах для дорослых? Да. Порно-фильмы, да? То-бто XR. Для этого достаточно всего лишь иметь качественные фотографии и отсутствие комплексов. Если там будет смена партнём, если так понимаю, правильно? Так. Возможно, даже в лобовые сцены. Производство порно-фильмов – нелегальный, но очень прибыльный бизнес. Один 30-минутный ролик можно продать на заграничный порно-сайт за приличную сумму. От 10 тысяч до 40 тысяч евро. Производство такого ролика, в свою очередь, стоит копейки. Чтобы показать, насколько просто организовать съемки порно-фильма, секретные материалы идут на шокирующий эксперимент. Главное в этом деле, естественно, актеры. Организовываем кастинг. В рекламных флайерах практически прямым текстом указываем все, что требуется от начинающих порно-звезд. Кроме того, размещаем объявления в интернете. Съемки и распространение порно в Украине запрещены законом, но ни один интернет-ресурс нашу публикацию не блокирует. На ловца и зверь бежит. Первые желающие появились буквально через пару минут после объявления кастинга. Телефоную до вас, ось яку приводу. Вы залишали заявку на участь в кастинге «Секс-факты». Помните? Так, так. Мои витания, вы пришли перший отбор. Отбор прошли. Но как далеко пойдут украинцы, чтобы реализовать свой творческий потенциал? Насколько я понимаю, вы одруженный, так? Да, да, да. Ваша дружина не будет против? Да, думаю нет. Посмотрелось, что будет у меня получиться, нет. А ты, 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 ты. Хорошая реклама 50% успеху будь-якого проекта. Идем рекламовать. Чёрно-красные тона, эротический логотип, и никто из прохожих не остался равнодушным. Девчата, приходите до нас на кастинг. Интерес аудитории неподдельный. Поэтому время думать о декорациях и закупать инвентарь. Уси дорожки в душе завжди залишаются детьми. Але їх играшки дещо інші. Масивные. Не очень дорогие. Но не всем украинцям это покошение. Добрый день, а можно, будь ласка, наручники, стек, нашильник и маску? Дякую. Так, это они. Инвентарь зібрали весь. То что, хотим играть в дорослые игры? В день кастинга у двери нашей импровизированной студии очередь. Будущие порнозвёзды с радостью демонстрируют необычайные таланты и сноровку. А покажите нам орган. Покажите животный рёв. Все пришедшие чётко понимали, куда они попали. И готовы исполнять любые желания псевдорежиссёров. Да вы готовы раздеться на камеру? Ну, конечно, а у вас тут? Окей. На-на-на-на-на-на-на-на. Будущие порнозвёзды с радостью демонстрируют необычайные таланты и сноровку. А у вас есть девочка? Зачем вы это спросили? Я так иначе. И совсем не скрывают своё либидо. Следующая кандидатка по нашей просьбе проявляет свой глубокий потенциал. Все пришедшие в первую очередь хотят порно-денег. Ну, а потом уж и порно-славы. Но на одном желании далеко не заедешь. Что заманило? Самоучастие, желание быть ближе к женщинам, или мужчинам, или деньги, или что, или слава. Как видим, каждый из пришедших и без нас хорошенько понимает, что на этом можно сколотить состояние. Бумов, так уж и словом, так не бываю, отрубают оргазм. Я на солнышко гляжу, всё лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Лежу и лежу. Всё лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Как и в любой профессии, в порно-кинематографе нужно быть командным игроком. В групповом сексе принимали участие когда-то? Конечно. И сколько надо было? По-разному было. Баба, парня, одна девушка, две девушки, один я, три девушки, один я. Правильно расставлять приоритеты. А с девочками готов? Нужно будет... Нужно будет любить. И самое главное, не затеряться в толпе. Ведь конкуренция очень большая. Я и две девушки. Вы и две девушки. Ну, это... это... это лёгенько. Это лёгенько, да. Тут в кадре бывают по 25 человек. Как видите, в Украине больше не модно быть стеснительным и закрепощённым. Особенно, если за это ещё неплохо платят. Пса-дамаза. Готовы к тому, что вас будут подчинять? Ну, может быть, и такого. Сейчас она вас жестоко побьёт. Потенциальных порнозвёзд в Украине хоть отбавляй. Наш кастинг закончился, но ни одной развратной сцены мы так и не сняли. Просто у нас это нелегально. Но во многих цивилизованных странах порноиндустрия неслабо наполняет госбюджеты. Например, годовой доход порноиндустрии Америки составляет 13 миллиардов долларов. А вы ещё не снималися в порно? Тогда мы идём до вас. С каждым скачком доллара в европейских странах прибавляется несколько тысяч украинцев. С началом войны и кризиса миграционные волны из Украины в Европу увеличились в разы. Мы отправились туда, где наших больше всего. В солнечную Италию. Тут почему-то особо любят украинских трудяк. Как работает индустрия зарубежных заработков и что является главной причиной отъезда молодёжи из страны? Сколько стоит труд украинских специалистов по уборке? И планируют ли возвращаться в Украину миллионы трудовых мигрантов? Смотрите только в секретных материалах. До войны с РФ украинские трудовые мигранты ездили на заработки в двух направлениях. Москва и Европа. Теперь по понятным причинам Москва для украинского зарабетчанина не вариант. Поэтому все дружно хлынули в старушку Европу. А кризис последних лет выгоняет на заработки даже самых ленивых гастарбайтеров. Статистика роста трудовой миграции из Украины. Согласно которой доля украинцев среди просителей убежища в странах ЕС повысилась на 13% за последние два года. Секретные материалы покажут вам, что ждет украинцев на европейской земле. Нужные, но все-таки страны. Сколько от нас пользуются? Вы увидите украинское лицо европейской Италии. Трудовые будни мигрировавших украинцев. Мужчины в Италии непривычны к тому, чтобы за собой помыть тарелку. Поэтому это буду делать я. И особенности менталитета самих итальянцев. Кто и зачем едет в Италию? И правда ли, что европейцы не ждут мигрантов из Украины? Смотрите прямо сейчас. Если дело касается Италии, то тут, как и много тысяч лет назад, все дороги ведут в Рим. В Италии занимает почетное шестое место среди стран-лидеров по количеству украинских мигрантов. Теплый климат и многочисленная украинская диаспора привлекают сюда огромное количество украинцев. Рим – один из ключевых мест для украинских зарабетчан. Среди трех миллионов жителей Вечного города находят приют огромное количество наших соотечественников. Среди них и наша собеседница. Знакомьтесь, это Алена. Чао-чао! Чао! Слушай, когда мы идем, расскажи. Мы сейчас пришли ко мне на работу. Работаю я физиотерапевтом с мальчиком Монболитом. Не буду называть диагноз, потому что не верю, правда? Ну, правильно. Вот. И его зовут Татуарде, ему 23 года. Очень классный пацан. Я сейчас позвоню, и я не открою дверь на работе. Эта девушка в Риме уже три года. За это время успела выучить язык и сегодня уже может сложить объективное мнение о том, какие блага несет для трудолюбивых украинок итальянская земля. Здесь в принципе украинок нет. Украина, что нельзя здесь брать жены. Да. Потому что наши женщины хозяйственные. И при этом много они требуют. Как правило, киевлянка Алена занимается работой физиотерапевта. Но обстоятельства в семье, на которую она работает, добавили ей работы не по специальности. В этой семье вообще я работаю физиотерапевтом с Эдуардом. Занимаюсь им и только им. Но так как сейчас, мама ей уехала в Америку на выпускной их младшего сына. Их четверо есть. И я стать единственной женщиной в этой семье. То есть ты типа выполняешь функциональные обязанности их мамы? Мужчины в Италии непривычны к тому, чтобы за собой помыть тарелку. Поэтому это буду делать я. В принципе, с улоркой здесь проблем нет. Мы все на машине. То есть я не знаю, когда я в последний раз буду на работе посуду. Но до такой работы нужно еще дорасти. Первый рабочий опыт украинки в Италии, как правило, редко бывает позитивным. Здесь такая работа баданта. То есть ты работаешь с пожилым человеком 24 часа в сутки. Вот все 24 часа в сутки я плакала. Потому что ты в тюрьме сидишь. Тебе нельзя выйти на улицу. У тебя есть там в лучшем случае два свободных часа в день. Но иногда их не дают. Ну и выходной там четверг после обеда и воскресенья. Это была ужасная работа. Это работа для тех, кто едет сюда просто заработать денег и отложить их. Однако, выучив язык и получив навык общения с итальянцами, ставки украинок становятся выше. А работа приятнее. За то, что я выполнила сегодня роль мамы, там час мне за это заплатят 8 евро. То есть это, ну, я не знаю, я растягиваю просто время. Я хожу по квартире и делаю вид, что я чем-то занята. Если эта жизнь кажется легкой, то это ошибочное мнение. Жизнь в Италии – это далеко не прогулка по музеям. И сложной для украинских мигрантов ее делают в первую очередь итальянские законы. Единственное из-за этой страны, что я не могу получить документы. Ну, то есть, я не получу налоги. Мне было бы проще, чтобы мне дали документы. Я бы работала. В открытую я бы платила свои налоги этому же государству. Но, к сожалению, это пока невозможно. Средний заработок терапевта в Украине едва дотягивает до 35 долларов в месяц. В Италии наши специалисты зарабатывают эту сумму за один рабочий день. Поэтому домой и, естественно, не спешат. Мне не дают там возможности работать. И работать в поликлинику на 800 гривен. Я тут 800 евро могу получать. Зачем? А сама за границей постепенно обрастает украинскими анклавами на манер вот этого. Находимся в Рибиде. Это островок Украины в Риме. Здесь лежатся все сарабельчане, которые находятся вот на той улице. И ожидают там своего работодателя. Также здесь обмен культурным опытом. Здесь предупреждают о том, кто из наших людей пошел по наклонной, кто ворует из квартир и кому нужна койка места. Большой логистический центр, соединяющий в себе функции автовокзала, центра занятости и почты, стал частью Рима еще много лет назад. И сегодня он испытывает самый большой наплыв украинцев за все время существования. Секретные материалы уже три лета подряд инспектируют Украино-российскую границу. С началом войны наши чиновники обещали за четыре года отгородиться от агрессора непролазной стеной. Уже прошло три, а возы ныне там. Стены как не было, так и практически нет. Хотя на этот проект уже потрачено 400 бюджетных миллионов. Почему во многих местах граница по-прежнему как решетон? Но в какой точке пограницы ожидают удара войск Российской Федерации? И кто из чиновников таки разбогател на проекте «Стена»? Все ответы в нашем следующем сюжете. 230 километров противотанковых рвов. 72 километра заградительного забора. И 115 километров ракадных дорог. И это все, что удалось построить за три года вдоль всей украинско-российской границы протяженностью 2295 километров. За большие вытраты, за низкое качество выполнения многих работ. Я думаю, я переконан, что там будут претензии с боку правоохоронных органов до вытрачения этих денег. В 2015-м велись самые активные работы по обустройству границы. Тогда на нее ушло 400 миллионов гривен. Это лишь 20% от всех запланированных работ по проекту. А в этом году, после того, как Яценюк ушел в отставку, проект и вовсе заморозился. Пункты пропуска Журавлевка и Гоптовка сегодня единственные образцово-показательные участки. Чиновники продолжают раздавать обещания. Мол, так до 2018-го должна выглядеть вся украино-российская граница. Нас гордо везут по витринному для чиновников и журналистов маршруту. По этой дороге можно ехать порядка 100 километров в час. Именно тут проделали самый большой объем работ. Из 315 километров границы с Россией на Харьковском участке на 180 километрах вырыли противотанковые рвы. Учитывая, что здесь самые лучшие показатели – это всего 70% от нужного инженерного обустройства. Еще меньше хватило денег на установление вдоль оградительного забора и ракадных дорог. Их вообще выполнили на 30%. На данных мониторах вы можете побачить, что выведены камеры видеоспостережения, которые находятся на державном кордоне, а также в пункте пропуска Журавлевка и в пункте пропуска Гоптовка. Правда, точно такие же камеры нужно установить еще в шести пограничных пунктах. Из семи. Инженерное областование мы полностью залежим от финансования. То есть, враховывая финансование, работа с этого вопроса будет продолжаться. В рамках проекта пограничники даже приобрели те самые сверхсовременные боевые модули. Четыре штуки. Правда, ними пока никто не пользуется. Из 400 миллионов гривен, выделенных на проект, 300 миллионов зарыли здесь. Несмотря на средства с госбюджета, даже здесь, на самом обустроенном участке, работы проделаны меньше, чем наполовину. Он сегодня значительно відстынет от графики в реализации. И, шуча за все, он так и не будет реализованный. Это Сумская область. Международный пропускной пункт. Бачевск. По прямой до Москвы 483 километра. По ту сторону уже Курская область. Впервые мы были здесь в 2014-м. Тогда строительные работы только начинались. За прошлый год тут успели вырыть только противотанковые рвы. И начали строить заградительный забор. Вокруг пункта пропуска вырыли траншею длиною больше километра. Сегодня тут все практически так же. На делянсе Сумского прикордонного загона за 2015-2016 роки было облаштовано понад 300 километров контрольной следовой смуги. Та установлена паркану приблизительно 6 километров 200 метров. Показать нам здесь нечего. Пограничники нас водят все теми же местами, где за год практически ничего не изменилось. Все те же траншеи, только уже потрепанные от времени. Оборонительные пункты и укрытия, которых катастрофически мало. В разе агрессии наступает Россия. У вас люди на этом, на пункте пропуска. У вас свой штат. Вы всех мест идете тут? Нет, конечно. Здесь нет. Украино-российская граница на сумском направлении вся в дырках. Из 560 километров здесь вырыли всего 20 километров противотанковых рвов. И это все. На 2016 рік спланованные работы в рамках инженерно-технического сезона за рахунок бюджета державной прикордонной службы. Они проводятся постійно, підтримуются існуючість поруди та облаштовуються нові. За 25 лет независимости Украины это уже четвертая попытка обустроить границу с Россией. В этот раз какая-никакая граница все же появляется. Но это не заслуга дорогого и бесполезного проекта «Стена», а заслуга войны. Так как в реальности стену своими силами строят те, кому, как говорится, больше всех надо. Это пограничники, которые в случае чего первыми встретят незваных гостей на танках. Смотрите завтра только в секретных материалах. Вместо парламента – стадион, вместо законов – семки и пиво. Кто из депутатов потратил свою месячную зарплату на поездку в Марсель на футбол? Мне никто не показывал. Я не знаю, кто полетит, кто не полетит. Я особо ходжу на работу. Педагог на свободе. Почему суд выпустил на поруки осужденного по особо тяжкой статье аккордиониста Завадского? При наявности спермы, при наявности судмедэкспертизы, при наявности того, что детям доведено, что там присутні швы в задних проходах разных размеров. И протягом тривалого часа. Приключение иллюстрированного судьи Жени. Сколько накалядует уволенный служитель Фемиды на улицах Киева? За 10 гривен берите стаканчик. Ресторанный секс-туризм. Какие столичные заведения ублажают своих клиентов не только едой и выпивкой? Как ты делаешь? Зарегистрируй петицию и получи ничего. Как электронная демократия превратилась в источник пиара и тупого стеба? В последний момент нижняя петиция, которая набрала больше 25 тысяч голосов, не выполнила. И это говорит о том, что фактически петиция превратилась в такие, снова таки, смертниковое ведро. Секретных материалов стало больше. И теперь мы будем встречаться в четверг и в пятницу. Поэтому смотрите нас уже завтра в это же время на этом же месте.